Добрый день, дорогие друзья! Программа «Политотдел» начинается в студии Сергей Веселовский. И сегодня мы отправляемся, ну не всегда так бывает, не каждый четверг, к сожалению для меня большому, отправляемся в гости к главному редактору портала «Альтернатива» Андрею Ваджи. Если вы не покупали и не читали его книги, в которых давным-давно описано все то, что происходит на наших глазах прямо сейчас, советую вам это сделать, тем более их можно купить и в книжных магазинах, и в интернете заказать, и даже почитать пиратские копии, но об этом я вам не говорил в интернете. Итак, мы в гостях у писателя, главного редактора портала «Альтернатива» Андрея Ваджи. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну и разговор у нас сегодня пойдет с вами о столкновении двух цивилизаций, причем вот интересное ощущение, люди там, вот с той стороны добра и зла, по ту сторону вернее, решили, что они новые боги. И они могут, как вот помните, как назывался этот спектакль Сергея Брасова в театре, когда сидит такой бог и лепит там этих самых человеков Адама, Еву и все остальное прочее, да, необыкновенный концерт у него был. Так вот, такое ощущение, что они создают новых людей. И эти новые люди абсолютно иные, они не такие, как мы. У них нету корней, нету памяти, нету истории. Из них уже созданных можно лепить все, что угодно, они станут какими угодно, будут жить где угодно, в каких угодно условиях, в смысле цивилизационных, и поклоняться тем богам, которых им укажут. Вот на ваш взгляд, а что это происходит, когда это началось в современном уже мире? Потому что о прошлом, о старом мы с вами не раз говорили. А вот сейчас, ведь это все буквально на глазах нашего с вами поколения происходило. Я имею в виду западный мир, как это все было, имею в виду Украину, где тоже это вообще с тахановскими ускоренными темпами происходит. Вот чтобы дальше вас постараться минимально перебивать, то есть практически не перебивать, предоставляю вам возможность рассказать об этом нашим телезрителям. На мой взгляд, Сергей, здесь проблема-то в чем? Да, можно говорить о противостоянии цивилизаций, западной и русской. Но проблема в том, что западная цивилизация — это уже не та цивилизация, которую когда-то мы знали. Западная цивилизация в классическом понимании ее уже не существует. Фактически она умерла, точнее, ее убили. И мы сейчас имеем дело, в общем-то, не с западной цивилизацией, а с неким феноменом социокультурным, ментальным, может быть, психиатрическим даже, который, в общем-то, ну, он к западной цивилизации в классическом понимании, а отношения очень слабые. Мы сейчас просто, у нас сейчас на глазах, действительно, вы правильно заметили, я с вами абсолютно согласен, у нас сейчас на глазах происходят вещи фундаментального плана. Именно у нас на глазах сейчас происходит разрушение западной цивилизации, окончательное разрушение, или точнее саморазрушение. Вот как бы вот феномен очень интересный, ну, опять-таки, как на мой взгляд, что феномен очень интересный, и он наложился, то есть, саморазрушение Запада, оно наложилось на разрушение глобальной системы, да, господства и доминирования, которую Запад выстроил, строил в течение веков. Вот эти два момента, они сейчас друг на друга накладываются. Это, кстати говоря, тот, чем отличает нынешнюю ситуацию от всех предыдущих. Запад проходил не раз через глубочайшие кризисы, жесточайшие кризисы, которые стоили ему, и очень дорогую цену он за них платил. Но те кризисы отличаются от этого именно своей фундаментальной системностью. То есть, есть некий, скажем так, социобиологический организм, который проходит сейчас определенные претурбации. То есть, ну вот, все живое существует циклами, да, циклы восхода, циклы спада, вот как бы мы все вот в этих циклах и живое, и социальное, все вот в этих циклах существует. Но Запад именно подошел к той черте своей, после которой уже циклов не будет. То есть, повторного, вот они сейчас упали на дно практически полностью. И в силу вот этих причин, о которых я говорю, саморазрушение, они уже с этого дна не поднимутся. То есть, с этого дна поднимется нечто уже другое, что уже будет сложно назвать Западом, западной цивилизацией. Что касательно того вот причины, да, происходящего. Ну, здесь должна, тут, в общем-то, надо серьезный анализ проводить. Здесь необходимо копаться не один год, вникать. Это, я думаю, что, ну, как минимум, отдельная книга, да, если вот так вот серьезно к этому проблематике подойти. Если смотреть вот то, что я вижу сейчас вот по ходу дела, особо не погружаясь, да, вот в эту тему, то, на мой взгляд, прежде всего, произошла, скажем так, идеологическая претурбация западной цивилизации. Причем претурбация очень странная, как на мой взгляд. И корнями она уходит, в общем-то, еще, ну, скажем так, ну, в начало прошлого века. В общем-то, скажем так, Запад сейчас столкнулся с тем, что, собственно говоря, было когда-то создано еще в начале прошлого века в идеологическом плане. Точнее сказать, не в начале, а в первой половине прошлого века. Значит, что я имею в виду? Смотрите, в общем-то, в второй половине XIX века в общих чертах в Европе произошло оформление коммунистической идеологии. То есть была создана коммунистическая метафизика. Основным, как бы, ее изобретателем был Карл Маркс, это все, это общеизвестно. Вот вся эта метафизика, она, собственно говоря, была завязана на экономические моменты. То есть вся идеология Маркса, она своим фундаментом, у него фундамент является экономическим. Вот от него отталкиваясь, он выстраивает всю свою метафизику. Социальную, политическую, культурную и так далее. Вот базис. На этом, как бы, базисе в начале прошлого века возникла советская государство. То есть в основу, как вот и завещал Маркс, была положена экономическая метафизика. И на этом фундаменте была возведена структура социально-политическая Советского Союза постепенно. Но что произошло после этого? То есть до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, влияние Советского Союза, идеологическое, была колоссальнейшая. Оказывали мощнейшее влияние и на Европу, и на Соединенные Штаты, молодое государство советское. В общем-то, свежая идеология, причем идеология, воплощенная в реальность. То есть это свобода, это творчество. Мы видели, 20-е годы, 20-е годы, это же взлет всего был у нас. И в культурном плане, и в литературном плане, в изобразительном искусстве. И всплеск идеологический был, эксперименты разнообразные происходили. Мысль билась, можно сказать, мощно и уверенно, претендуя на формирование будущего. То есть это все бурление. Но это бурление закончилось, собственно говоря, уже где-то там, к концу 30-х. Это бурление закончилось. Когда стало понятно и очевидно, что мировой революции не будет, что необходимо превращать себя в крепость, что необходимо определенную самоизоляцию проводить. На это все как бы свернули, на это все придавили. Часть расстреляли, часть посадили. И, собственно говоря, после войны, после Великой Отечественной, в общем-то, в идеологическом плане, в плане авторитета Советский Союз померк. В значительной степени померк. Я имею в виду на Западе. И в том числе, и прежде всего, он померк в глазах марксистской общественности, скажем так. Все вот эти левые движения, люди, мыслящие категориями марксизма, социализма, коммунизма, увидев реальность, советскую реальность воочию, очень многие от нее отвернулись разочарованы. То есть, была эйфория, были какие-то идеалистические представления, было ожидание чего-то великого, прекрасного. Сейчас вот здесь мы увидим чудо. Чудо не произошло. Наступила эйфория, и эйфория прошла, наступило разочарование. И, в общем-то, все вот это вот лево-коммунистическое, лево-социалистическое движение, в общем и целом, и прежде всего основные мыслители, творческая прослойка всего этого движения, она от Советского Союза отвернулась. Марксизм в Европе, марксизм в США пошел своей дорогой, своим путем. В то же время в Советском Союзе марксизм был превращен в некий бронзовый памятник, то есть удушили там все. То есть, когда пароходами вывозили философов, это было еще тогда, еще во времена Ленина. А потом просто даже сначала вывезли пароходами русских философов дореволюционных, а уже потом придушили и всех, кто работал в рамках марксизма, в рамках марксистской метафизики. Тоже всех придушили, а сверху на могилу поставили вот этот научный коммунизм во главе с людьми такого, знаете, дубового типа. Вот это все обранзовело, это было все превращено в догму, то есть любой уход в сторону от того, что было вписано четко, там вскрежали, либо расстреливали, либо отправляли куда-нибудь там подальше. И на этом все как бы все. В Советском Союзе в этом плане, в плане марксистской метафизики, все как бы оно улеглось и затихло, и прекратило свое существование. Вот, поэтому Запад, он пошел другим путем. То есть марксисты западные, они пошли другим путем. Вот, они решили развивать марксизм в рамках своего понимания. Ну и прежде всего, как бы, ну, допустим, брать франкфуртскую школу, это ж марксисты там сидели все, непрерывно, постоянно сидели марксисты. Вот. Этот марксизм западный в большей степени, если, допустим, да, советский марксизм, у него базис был, как вот завещал Маркс, экономически, то западный марксист, он пошел в сторону психологии. То есть он начал искать опоры какие-то в сфере психологии. Но, опять-таки, послевоенный период на Западе, в Европе, особенно в США, все, что было связано с левыми, с марксизмом, с коммунизмом, подвергалось достаточно жесткой цензуре и жестким репрессиям. То есть это такое, знаете, их придавили вот западных марксистов, коммунистов, социалистов, их достаточно жестко придавили системой государственной, как в Европе и в США. То есть они вели такое полуподпольное существование. Вот. И, естественно, что, как бы, ну, опять-таки, вот в ходе этого соревнования, двух формаций, если помните, да, ведь, если раньше, допустим, шло освобождение рабочего класса, да, вот, как маркс исходил из чего, что рабочий класс – это самый угнетенный класс, да, вот в Европе, допустим. Его необходимо освободить вместе с освобождением рабочего класса, произойдет переход, ну, я упрощаю, но, как бы, нам просто не этому посвящено время сегодня, да, то есть произойдет переход от более, так бы, простой, старой формации к новой, прогрессивной и так далее. Вот. Но, допустим, в 50-х годах прошлого века эта схема уже не работала. Рабочий класс на тот момент в той же Европе и в США его сложно было назвать самым угнетенным. То есть вот этот дисбаланс середины 19-го века к середине 20-го века, он был выровнен. Соблазнить рабочего в США и Европе неким обещанием там какой-то революции, которая там сделает его богатым и счастливым, но это было сложно сделать, потому что, в принципе, власти американские, европейские государства, они сознательно шли, стремились к тому, чтобы вот рабочий класс у них, ну, мало чем, как бы, уступал по своим там, жизненным каким-то качествам рабочему классу в Советском Союзе. Было такое, да. Вот. Поэтому это, само собой, отпадало. Вот этот момент был выровнен. Да. Как бы апеллировать к рабочему классу было сложно. И вот, в принципе, уже где-то вот с 50-х годов, 60-е, 70-е, собственно говоря, в академических кругах среди профессуры университетской начался интенсивный поиск, собственно говоря, а за что же мы будем бороться? Мы, вот, да, мы марксисты, мы коммунисты, то есть кого мы будем и от чего освобождать? Рабочий класс уже, как бы, не интересен в этом плане. Значит, надо кого-то друг, надо найти вот эти вот угнетенные социальные слои, опираясь на которые, можно, собственно говоря, провести революцию и, значит, изменить всю систему существующую. И ставка, собственно говоря, была сделана на меньшинство. На меньшинство в самом широком смысле этого слова, начиная там от национальных до сексуальных. Шли целые, как бы, такие, целая серия шла теоретических философских разработок в массы, да, ну, прежде всего, в университетской профессуре в этой среде. Естественно, что это отражалось на студенчестве, студенты потом вырастали, становились взрослыми, эта идеология оставалась в голове. И так постепенно, постепенно мы, собственно говоря, и пришли к тому, к чему мы пришли. Я говорю не мы, но в том плане, что мы — это вот они, да. Что, к чему они пришли? Вот, допустим, это вот сексуальная революция, о которой когда-то говорили, блин, большевики. Да, я шучу. Сексуальная революция — это меньшинство. А ставка на что была сделана? На освобождение сексуальных... Они самые угнетенные. Это было сделано в практическом плане. А с учетом того, что как бы вот эта интеллектуально-академическая сфера на Западе, она достаточно плотно переплетена именно с этими видами сексуальной активности, то как бы там и личная накладывалась на теоретическое, на революционно-теоретическое, и на выходе давала достаточно такую, знаете, жгучую смесь. Весьма жгучую смесь. Сексуальная революция, о которой, да, о которой я упомянул, это как раз и результат вот этой деятельности. С другой стороны, национальные меньшинства, расовые меньшинства, это тоже была прекрасная среда для пропаганды революционной, для того, чтобы всех выровнять, для того, чтобы всех освободить. Вот это как бы та среда, да, та среда, вот национальное меньшинство, расовое меньшинство, сексуальное меньшинство и так далее. То есть вот в этой среде вот это вот зарождался дивный, чудный новый мир, который мы сейчас влизи зреем. Какова основная идея? Опять-таки, тема сложная, тема большая, это на отдельную книгу. Какова, если коротко, да? Идея очень простая. Нынешние марксисты, да, коммунистические революционеры, они рассуждают следующим образом. Любое угнетение, любое насилие, оно возникает там, где есть некие стандарты, где есть некие эталоны. Эталоны и стандарты большинства. То есть есть в любом, да, обществе, в любой стране есть некое большинство, этническое, расовое, сексуальное и так далее, да, которое уже с фактом своего существования в жестких, определенных жестких рамках, там, идейных, жизни, ну, просто как бы бы, бытовых, да, ценностных и так далее, и так далее, и так далее, образ жизни и так далее, да, они подавляют меньшинства, которые, собственно говоря, имеют другие ценности, которые стремятся к другому образу жизни, в принципе, которые хотят другого, иного, которые не совмещаются с большинством. Если, допустим, раньше, в традиционном обществе, меньшинства просто как бы интегрированные в большинство, они приспосабливались к ситуации. То теоретики, да, революционные теоретики нынешние, они пришли к выводу, что эту систему надо ломать. И освобождение вот этих вот разнообразных меньшинств возможно лишь путем разрушения большинства, со всеми вытекающими из этого последствиями. Тотальное разрушение, то есть идея какая? Мы разрушаем большинство, мы ломаем его стереотипы, мы ломаем его образ жизни, мы ломаем его ценности, мы отменяем его историю, культуру, все остальное. Все, из чего, собственно говоря, формируется это большинство, как ядро общества и государства. Это все идет под снос. Тотально. И таким образом, да, общество, точнее, члены любого общества, они становятся нейтральными, они становятся никакими. То есть отменяются вот все рамки, все нормы. Да, вот человек хочет вот этого, значит, это как бы он имеет... Мы же все люди свободные, у нас же как бы во главе всего что? Идея свободы, абсолютной свободы. Значит, допустим, да, вот как вот это... Недавно там по сетям бродила картинка, точнее, картина, на которой была изображена российская семья, то есть белая семья, значит, отец в тельняшке сидит за столом, значит, там дети сидят, что-то они там конструктор, по-моему, какой-то собирают, рядом стоит жена беременная, то есть как бы вот абсолютно такой традиционный, такой, ну, приятный, действительно приятный, глазу такая традиционная картинка традиционного общества. И там один из американских идеологов нынешних, вот, он как бы впал в истерику по этому поводу, сказал, что посмотрите, это же фашизм, это же натуральный фашизм. Посмотрите, это белая семья, традиционная семья, то есть как бы вы посмотрите, что там у них в России происходит, да, он впал в истерику. Почему? Потому что это полностью отрицает тот идеологический нарратив, который сейчас господствует на Западе. Вот этого вот всего не должно быть, в принципе не должно быть. Все должно быть неопределенным, все должно быть размазанным. То есть вы можете быть кем угодно по своей сути, да, все стирается, все возможно, все допустимо. Вот посмотрите, допустим, да, вот с одной стороны вот эта вот картинка, которая взбесила американского идеолога, с другой стороны, сейчас по соцсетям ходят, допустим, видео, центры, значит, где наркоманам в Канаде бесплатно раздают наркотики. Эти люди, да, вот теперь улавливайте, да, что о чем я. То есть с одной стороны вот эти вот люди, которые изображены на картине, они не имеют права быть, потому что это эталон. А эталон, это значит, это репрессии, это давление, это значит принуждение к чему-то. Вот, да? Вот российская семья традиционная. А с другой стороны, вот это вот как бы что-то непонятное, честно говоря, этот центр больше на наркопритон похож. Ну, это как бы мое впечатление. Я просто к этому человек не привык, я просто не привык к этому. Но опять-таки, вот это вот становится эталоном. Почему? А потому что это проявление свободы. Человек имеет право потреблять наркотики. Это как бы, ну, это нормально для них там сейчас, но это как бы неотъемлемое право. Захотел он, как бы, принимать наркотики, имеет право. Государство, чтобы ему проще было в этом мире жить, оно берет на себя, да, проблему финансовую. То есть государство закупает наркотики, да, государство организует некие программы для вот этих наркозависимых, да, и государство снабжает их наркотиками. То есть все довольны, так как-то проявляется высшая степень свободы на Западе. Или, допустим, вот эти вот торчки, которые стоят в американских городах, видео, да, стоит человек, шатается в наркотическом угаре. Это же как бы захлестнуло страну, а кого это волнует? Это свобода. Они не имеют права быть такими, какие они хотят. Если как бы, ну, вот есть традиционная семья, да, которая злоб, потому что она эталон, она как бы принуждает всех остальных быть такими, как вот она, да. А есть, допустим, там какие-то пары гомосексуальные, есть трансгендеры, да, есть еще разнообразные, то есть как бы там я, там слишком много сейчас очень встало, структура этого всего сложная, многообразие, вот, но оно как бы ставится все на одну доску. Более того, тут в чем-то проблема-то. На самом деле, оно не ставится на одну доску. Одну доску ставится только все, что противоречит или неким традициям, некая традиционность. То есть тут как бы вот такая, знаете, это как они называют, позитивная дискриминация, по-моему, да, когда во имя великой идеи нечто просто запрещается, вот оно выводится за рамки свободы. Вот эти торчки по улицам американским стоящие, это можно. Гомосексуальные пары можно. Трансгендеры можно. Допустим, детям менять пол в четыре года можно. Вот все, что угодно. Можно только нетрадиционные вещи. Потому что традиция это фашизм. Для их точки зрения любая традиция это фашизм. То есть представьте, опять-таки, я призываю в данном случае не там кого-то обвинять, чем-то там, не возмущаться. Я, мне интересно понять феномен. Вот для них вот это вот все, это некая, некие, скажем так, эйфория, некое проявление свободы, великой свободы. Вот они освобождают людей. Вот там, да, вот эти жизни черных имеют значение. Это же тоже свобода. Как бы черные должны быть во всех планах не хуже белых. А так как белые везде все пообседали, давайте мы организуем белым позитивную дискриминацию. просто начнем их выкидывать, а по квотам заводить черных. Ну, опять-таки, возвращаясь к картине, где традиционная русская семья, а почему там негров нету? Почему где-нибудь на заваленке не лежит какой-нибудь старый наркоман, к примеру, азиатского происхождения? Почему на картине не изображен допустим пятилетний трансгендер, мальчик, решивший, что он девочка? Это неправильно, с их точки зрения это неправильно. Вот это, то, что я сейчас описал, это дивный новый мир. Понимаете? И они считают, что этот мир абсолютно свободен, он прекрасен. Вот это вот, как бы, это все фашизм. Андрей, не могу, молчал-молчал, надулся, как лягушонок и должен что-то сказать, спросить. То есть, получается, интересная штука. Они убивают традиционализм, создают либо что-то новое из меньшинств, раздробленных в единое что-то, либо это общество эвтаназии добровольной, которое самоубивается. Просто потому, что я сейчас уже вижу, как лесбиянки и геи напали на трансгендеров, а те на них, считая, что вот те неправильные, а мы самые правильные извращенцы. А вот эти, эта группа неправильная. Но даже если прийти к тому, что эти меньшинства станут большинством, изведут под корень большинство и превратят его в себе подобные группы, то они все равно станут каким-то большинством и фактически они будут давлеть и командовать. Или не станут, или не будут. Или это действительно общество эвтаназии. Сергей, здесь же опять-таки еще раз повторю. Тут главная идея, что большинства никакого не было. То, что там трансгендеры будут с лесбиянками драться, это мало кого волнует. Это их личные проблемы, их личные отношения. Здесь главное не должно быть эталона. Не должно быть добра и зла, не должно быть лево и право, вверх и низо, не должно быть каких-то конкретных рамок. Понимаете, вот в этом вся, то есть если нет эталона, если нет чего-то, что можно считать точкой отсчета, правильного или неправильного, добра и зла, то тогда, собственно говоря, никто никому не сможет угнетать, потому что у всех будут равные права. Этот индивид может быть лесбиянкой, этот может быть трансгендером, этот может быть геем, этот, допустим, может быть каннибалом. Права каннибалов до сих пор в принципе они же как бы ущемляются. тут еще кем-то может быть капрофагом. Понимаете, в чем проблема? Человеческая природа она очень мягкая, она очень пластичная. Она может приобретать невероятно странные формы. Раньше, допустим, традиционное общество проводило четкую линию вот это правильно, это неправильно, это добро, это зло. этим оно жило. То есть, если, допустим, на Западе те же сексуальные меньшинства, национальные, расовые, их просто вырубали топорами, вешали через гильотины, расстрелы и так далее. У нас это все было в принципе интегрировано. Да, наше большинство в России к этому относилось не очень, оно воспринимало это как некое отклонение. но у нас из-за этого никому головы не рубили, расстрелы не проводили, с работы не увольняли и так далее, как это имело место быть на Западе. То есть, у нас все равно эти люди были, как они любят говорить, инклюзивны, они были включены в сообщество. Ну, как бы, ну да, люди могли улыбаться по этому поводу, похохмить, мужики там где-нибудь в курилке, бросить какой-нибудь там едкий комментарий по поводу этих же геев, да, но это все, да, ну это да, это воспринималось как данность, ну да, вот есть такие, есть такие, но мы, во многих мы разные, как бы, ну вот так получилось, у них так получилось, ну что тут сделать. А на Западе, они же все время идут к какому-то стандарту непрерывно. Вот все должны быть, да, все должны быть такими, хопа, все, кто не такой, выкашивается. У них же это как же периодами, да, вот шел такой искусственный отбор. Если не такое, вот как утвердила там Центральный комитет партии, я условно говорю, да, политбюро, европейское там или американское, значит, всех этих, которые не соответствуют, мы их выкашиваем, выкидываем. Это же как бы на протяжении веков. А потом вот эти вот, которых выкашивали и выкидывали на протяжении веков, они взяли в власть руки. Сейчас там, на Западе. Очень интересно, кстати говоря, вот берем Америку, что сейчас, что с тобой сейчас представляет Америка? Эта страна фактически захвачена меньшинствами. Я не буду как бы уточнять какими. Разными. Но она сейчас, власть в этой стране находится в руках меньшинств. Отсюда и все то, что там вот сейчас происходит. Аналогичная ситуация и в Европе. Там тоже власть захвачена меньшинствами. И меньшинство, по сути, вот все, что там вот происходит на законодательном уровне, на политическом уровне, да, и так далее. Это говорит о том, что сейчас вот эти вот меньшинства, которые стали, по сути, там властью, да, они пытаются вот это большинство под себя подмять, как-то приспособить. То есть идет борьба непрерывная. Многие там, может, возможно, еще до сих пор не понимают, почему к нам народ оттуда побежал. К нам же бегут с той же Европы и США не по политическим соображениям. Ну, как правило, не по политическим. А потому что им там жить стало невозможно. Вот просто, вот жить, да, просто, вот простая жизнь, она там стала невозможно, вот как они хотят, вот как они привыкли, как жили их предки там сто лет назад, двести, триста, они хотят так же жить. А им нельзя сейчас там так жить. Поэтому они бегут к нам, вот эти традиционные семьи, да, вот как на картине. Традиционная белая русская семья. Трое детей, беременная жена, муж военный. Это нормально с точки зрения традиции. Вот многие американцы, французы, немцы, они хотят так же. А та система, которая сейчас у них там выстроена, она им это не дает. Более того, она обещает как бы вообще как бы перепахать все. И уже ж нету никаких границ. Вот обратите внимание, опять-таки, вот интересный факт. Ведь все века, да, все существование, пускай не человечество, пускай, допустим, там тоже Европа, к примеру, да, ведь ребенок это было что-то неприкасаемое. Ребенок и родители, ребенок и мама. То есть вы можете там, я не знаю, забрать деньги, вы можете забрать квартиру, там, и какое-то так движимое, недвижимое имущество, но ребенок при всех раскладах, какой бы политический режим не был, он остается при маме, при папе. Это то, что не отторгается. Обратите внимание, с какой легкостью, по одному щелчку, сейчас там родители могут потерять детей. И никого не волнует ни мнение родителей, ни мнение детей. Обратите внимание, как легко, а это фундаментальные вещи. Раз, и обнулилось все. И человек, в принципе, сейчас вот взрослый, человек, у которого есть дети, он знает, что у него никакой гарантии, что, допустим, завтра к нему не придут представители специальных служб, покажут им постановление какое-то там, и заберут детей. Дети будут кричать, плакать, кусаться, их просто в машину и увезут. И они не будут даже знать, где эти дети. Андрей, остается чуть больше пяти минут. Не могу не задать вопрос, как бы, к итогу эфира. Вот раньше, что мы знаем, да, Коран, Библия, кодекс строителя коммунизма, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, стержневые вещи с нашей стороны традиционалистов всегда были. И люди знали гнев божий, парткомитет, правком, местком. То есть, люди жили по закону, по закону человеческого общества. Сейчас это все они там у себя убирают, но что-то же взамен для того, чтобы это стадо овец вести, у них должно быть? Что-то же они взамен предлагают или навязывают? То есть, какой кодекс строителя вот этого извращенства они предлагают людям? Это, опять-таки, это, мы сейчас поговорили о внешнем, а есть внутреннее содержание происходящего. Вы сейчас затронули внутреннее содержание. За пять минут я не объясню, коротко, сжато, зачем стадо, если, допустим, представьте, людей опускают на уровень животных, зачем стадо какой-то кодекс? Стадо, в принципе, гунят палками, криками палками, стадо бежит туда, куда надо бежать. Если человек, вот представьте себе, семья, да, это же как бы фундамент, это социальный и биологический фундамент. Вы разрушаете семью, вы разрушаете основу и социальную, и биологическую. Во что вы превращаете людей? Вы превращаете людей в песок. Ну, грубо говоря, да, вот такое сравнение. Песок, песчинки, вот эти вот ничем не связанные. У него же в голове ничего нету. У него нет принципов, у него нет культурных каких-то, да, рамок. У него нет прошлого. Они же историю тоже отменили. История теперь не нужна. Это все неправильно. Это там в прошлом она не имеет значения. Человек получается чистым, как вот доска, да, чистая. На ней ты можешь писать все, что хочешь. Песок добавил немножко влаги, желательно кровавой. И ты можешь из этого песка лепить все, что угодно. Любые фигуры, любые самые неестественные конфигурации ты можешь из этого лепить. Вот они и лепят. Это как бы уже обратная сторона. Вот есть идеология правильная, борьба за свободу, а есть просто людей надо опустить на уровень животных, на уровень стада. Их полностью выхолостить. Они должны быть пустыми, пустышками, да, пустышки, песочек, песочек. И тогда ты можешь с ними делать все, что хочешь. Потому что они, вот представьте себе человека, у которого нет памяти. Кстати говоря, есть фильм такой. Человек утром просыпался, а не помнил, что было вчера. Вот представьте себе, вот индивидов, которые не помнят, что было вчера. С ними же делать можно все, что угодно. Вот тут же проблема в чем? Вы говорите, вот как там? Тут же проблема в чем? Это уже социально-биологическая проблема. Потому что разрушение той же семьи, разрушение всех рамок, культура, да, какие-то морали, нравственность, да, какие-то законы. Это же все следствие наслоения веков, опыта проживания веков. То есть люди, человечество вырабатывало определенные алгоритмы, которые позволяли ему жить, выживать, сосуществовать. Это не просто так, вот, да, вот как бы там культура, какие-то правила, цивилизация, все остальное, законы. Это не просто так. Это форма существования и сосуществования. И если вы это все полностью убираете, вся конструкция социальная рушится, то, что мы сейчас и видим, собственно говоря, назад, то, что происходит на Западе, у них вот эти вот доктрины великие, да, у кого-то вот это вот шкурные интересы по поводу того, что давайте превратим всех в стадо, а в итоге получается тотальное разрушение всего там на Западе, разрушение и вырождение. Вот почему, собственно говоря, на мой взгляд, вот все, что оттуда идет, необходимо останавливать любым способом. Потому что, если это придет к нам, с нами произойдет то же самое, что вот сейчас происходит с ними. Андрей, я, прежде чем сказать вам огромное спасибо и попрощаться, хочу предложить продолжить этот разговор, потому что мы, по-моему, как раз вот дошли от общего к частному, и вот какие-то частные вещи, наверняка, зрители в комментариях потом у меня в телеграм-канале напишут, что им было непонятно или о чем они хотели бы от вас услышать. Поэтому я очень прошу, если получится, следующий четверг ваш. Хорошо, договорились. Спасибо вам огромное и до скорой встречи. До свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, наша программа к концу подошла. Все вам спасибо огромнейшее за внимание. Увидимся уже завтра. Ну, а пока напомню, выборы президента России начинаются как раз завтра. И напомню, девиз ВДВ «Никто кроме нас». Вместо вас и кроме вас никто будущей страны не выберет. А особенно, дорогие крымчане, ведь на нас сейчас смотрит весь мир. И многие хотели бы похихикать и сказать, а вот Крым не пошел на выборы. Сходите на выборы, проголосуйте. Я сейчас не призываю за кого-то конкретно голосовать. Я вас просто зову. идите и голосуйте. Выбирайте будущее для себя и своих детей. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok